Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как грамотно приступить к проведению капремонта в доме? Какие обязанности ложатся на всех участников процесса? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель проектов Ассоциации ТСЖ, ЖСК и Советов МКД Самарской области Виталий Кузьминых и председатель Совета МКД Антон Копылов. Если вы приступаете к капремонту в вашем доме или уже пережили этот процесс и можете поделиться опытом, звоните по телефону 202-11-22, задавайте свои вопросы. Здравствуйте, Виталий Владимирович Антон Александрович. Ну, разрешите начать с Антона Александровича. Хочется вообще узнать изначально, почему вы стали председателем Совета МКД или старшим по дому? Вот вы относительно молодой человек, что вас сподвигло? Потому что мы привыкли представлять старших по дому уже людей. Ну, понятно, ситуация такая. Просто не так давно в этом доме на самом деле проживаю. И, ну, по факту приезда просто не было активных инициативных людей, которыми этим занимались. У нас достаточно, ну, не скажем, что там старый дом, но он несколько запущен в любом случае. А в каком районе какой дом? Это Кубишский район. Это, есть такой совхоз Кряж, центральная его семья. Просто он, ну, не то, чтобы он запущен, но люди не особо, как бы, ну, не то, чтобы там каждый для себя что-то делает, но вот так, чтобы объединиться, так, чтобы вместе что-то сделать, этого такого вот, ну, видимо, должен быть человек, который это все объединит. А у вас вообще так по жизни общественная такая активная позиция, да, гражданская? Да, руководитель. Руководитель. А кто вы по профессии? Смотря по какой. У вас много профессий? Ну, вообще, вообще строительство. И плюс еще. Вообще строительство. Поэтому мне очень просто этим заниматься. Поэтому и, собственно говоря, почему, наверное, еще один из вариантов, это же связано с строительством очень напрямую. Там есть СМИ, это есть какие-то документы, их проще рассматривать мне, чем людям, которые с этим никогда не сталкиваются. Поэтому и, наверное, и получилось так, что даже случай в какой-то степени, то есть я коротко скажу, то есть было 14-й год, нам объявили, наш дом попадает в программу капремонта. То есть эта программа еще там была достаточно молодая, я имею в виду капремонт, но для меня ничего было неизвестно. Я все это посмотрел, ушел в интернет, увидел там какие-то особенности. Единственное, что выяснилось в том же 14-м году, что по программе капремонта у нас идет ремонт фундамента. А нам ремонт фундамента был абсолютно неожиданно. А можно избежать каких-то видов работ? Вот отказаться, если, допустим, недавно ремонтировали что-то или нет? Да, абсолютно это все можно сделать. Или в течение 30 лет все равно к этому вернуться же можно будет? Нет, можно будет вернуться в течение определенного времени, когда действительно это будет необходимо. То есть, а сейчас, на сегодняшний день, абсолютно фонд, абсолютно адекватно относится к тому, что мы, жители, инициативно, понятно, что мы это оформляем документально, то есть собирается собрание дома. То есть, возвращаясь, фундамент ремонтировать не нужно было, и вы поменяли виды работы. Мы поменяли на ремонт утепления фасада. Нам требовалось утепление фасада, дом, потому что немного не соответствует характеристикам тепловым температурным, но был достаточно холодным. Начали с утепления фасада. Так, ну, передадим слово Виталию Владимировичу. Хотелось бы узнать, как ваша ассоциация с таким громким названием, ТСЖ, ЖСК, Советов МКД Самарской области, участвует вообще в проведении капремонта, в этом процессе? Вот чем вы можете помочь жителям города или жителям определенного района, определенного дома? Помочь жителям всей области. Тоже области? Да, просто не во всех домах, вот как в их доме, есть люди, которые понимают, например, в строительстве, понимают, какие документы надо сделать. Потому что зачастую, что очень вызывает сожаление, большинство старших по домам, это у нас люди за 60, где даже за 70. Хотя и среди них есть очень активные такие бойкие товарищи. Да, да, да. И профессионалы в какой-то отрасли связанные. Да, профессионалы есть тоже, которые также и сметы, и все это разбирают. Чем мы можем помочь? Мы на основании обращения этих людей можем с ними и вот это предложение фонда посмотреть, помочь им провести собрание, подготовить все вот эти пакеты документов, то есть это протоколы, это извещения, реестры для проведения собраний. Потому что собрание можно провести, но результатом любого собрания собственников должен быть протокол. И фонд капитального ремонта, в том числе и для изменения видов ремонта, и для переноса также сроков, можно, извините, не только вид, можно перенести ремонт своего дома, например, с 28 года на 17. Если это действительно дома необходимо. Там есть определенная процедура, сейчас вот в постановлении правительства, когда проходила актуализация программы, там прям прописали четко пункты, как перенести срок, изменить вид, что для этого нужно, какие документы нужно собрать. Если раньше, например, для этого был необходим просто протокол собрания собственников, где они это хотят, если в программе появляется вот это место, какой-то дом выбывает, место появляется, дом переносили. Там с администрацией согласовывали, с управляющей компанией, то сейчас появились критерии, то что дом должен, ну, взносы на капремонт оплачивать не менее 80%, это просто обязательное условие. Потому что если, как бы, жители не проявляют свою инициативность, желание отремонтировать свой дом, показывая это тем, что они оплачивают капитальный ремонт, а приносят протокол, передвиньте нам срок, ну, я считаю, это несправедливо по отношению к другим собственникам, которые добросовестно платят. Понятно. Антон Александрович, а у вас нет проблемы с платежами за капремонт? Как вы вот, вообще, давайте начнем сначала, как вам удалось провести это собрание, собрать там необходимое количество жильцов для того, чтобы составить вот первоначально, что нужно? Очень сложно. Насчет того, чтобы собрать само собрание в том виде, в каком мы его представляем, это, наверное, невозможно. Люди работают, другие там уехали и прочее. Вот это самое сложное. Поэтому собрание, оно, по большому счету, это же не обязательно, чтобы люди были совместны. Мы ставим повестку дня, это все прописано в протоколе, там есть, скажем так, определенная, скажем, процедура, мы там пишем, что мы изменяем, хотим внести такие изменения, там, прочее, прочее. Дальше идет процедура следующая. Есть все-таки ответственные люди у нас в доме, да, то там несколько человек, которые готовы там помогать. То есть мы встречаемся, разговариваем, обсуждаем, подготовили документ. И дальше этот документ пошел по квартирам. Неважно, что это не собрание. Он приходит в квартиру вечером, утром, днем. То есть люди читают, и они говорят, да, мы с этим согласны. И они подписывают этот документ. То есть не нужно как такового собрать там всех людей. Нужно, чтобы был определенный кворум по количеству жителей. И люди понимают, то есть мы же не просто приходим подпишите. Мы приходим, мы живем здесь, в вашем доме. В основном-то все равно, не то чтобы всех знают, но лица знакомые, все равно живем как-то в одном дворе. И люди, да, понимают, да, говорят, что да, действительно, нам это нужно, нам не нужен там фундамент, нам нужно там утепление, да, это хорошо, давайте сделаем. Конечно, кто-то не верит. Конечно, кто-то говорит, что это вообще все не будет никогда. Конечно, многие очень относятся, пока на сегодняшний день, к сожалению, скептически. А какие существуют страхи вообще у людей? Чего они боятся? Просто не верят и все. Просто говорят, что не будет, ничего не сделают. То есть, ну, вы бегаете, вы собираетесь, все равно ничего не сделаете. Все равно ничего никто не будет делать. Вот. Все равно, как бы, ну, не будет результата. А как вот на законном уровне, вот вы как специалист, можно вот, ну... На законном уровне я бы возразил, вот, по поводу того, что мы отдали активным жителям, они пробежались. Это со стороны закона совсем верно. Если бы в вашем доме появился активный житель, который бы не захотел проводить ремонт в доме, он бы мог оспорить ваш протокол. Потому что в жилищном кодексе жестко, ну, прописаны, как должно проходить собрание. Есть три формы. Есть очная, заочная, очная-завочная. Ну, вот заочная. Ну, у нас заочная. Заочная форма проводится только после того, как не состоялась очная. Значит, не состоялась. Это... Ну, это... Ну, очная была намечена, конечно. Это нужно знать, да, чтобы все действительно... Есть процедура, там все это прописано. Можно проводить очно-завочное. Это тоже вот новое введение. Такая очень интересная форма проведения, когда и так же вот по квартирам ходят, бюллетени раздают, и потом еще собираются. Там много интересных аспектов. Но как бы по опыту, что я хотел сказать, самый железный вариант – это проведение очного собрания. Если вы провели очное собрание, ну, порушить этот протокол очень сложно. Понятно. Если вы правильно все провели, уведомили не меньше, чем за 10 дней, как прописано в кодексе. Понятно. А есть ли вот такая ситуация, что, ну, недавно человек сделал ремонт в своей квартире, а нужно менять вот там стояки, трубы, там что-то такое. И человек просто говорит, не откроет дверь и скажет, мне не нужно, не хочу, я тут вот только столько денег вложил, сейчас вы мне все придете, тут поломаете и уйдете. Есть такие случаи, да. Вот что, какие документы нужно взять с этого жильца, чтобы потом не было проблем. И у него, может быть, и у всех остальных. С собственником, я не думаю, что в доме таких большинство. Ну, такие, наверное, есть все равно. В 5-10, да, может быть. Такие жильцы в основном становятся проблемой подрядчиков в последующем. А кто должен их убеждать-то в том, что нужно пускать, что нужно весь стояк там ремонтировать? Ну, если жители проводят ремонт и закрывают этот стояк, это на них, конечно, можно через государственную жильственную инспекцию повлиять, потому что они не имеют права закрыть доступ к общедомовому имуществу. Стояк – это общедомовое имущество, это инженерная система. К ним должен быть свободный доступ. Как и к стоякам отопления, как и к канализационным стоякам в туалете. Вот в основном все это закрывают. И при проведении капитального ремонта, просто вот как на опыте, как из этой ситуации выходит? Когда уже, ну, убеждают. В основном это подрядчики ходят, убеждают, потому что это им надо, чтобы потом не возникало гарантийных обязательств. Потому что если потом где-то у него потекет, это хождение по судам, доказывание того, что это не у них потекло, а у жителей именно потекло. То есть они идут по пути, либо они письменный отказ от этого жителя берут, что он отказывается, он не дает замен. Ну, они выходят из этой ситуации где-то с пайками, где-то врезками. И это делают, обходят эту квартиру. Антон Александрович, что вот еще полезного из своего опыта вы можете рассказать при проведении, вот при начале особенно, вот этих вот работ капремонта? Да, имеете в виду подготовительных работ самих. И вот подготовительных, и вообще вот, да, вот как он начинается, когда уже к вам приходят подрядчики, как вы эту фирму вообще нашли? Вы могли натолкнуться на фирму, которая вообще плохо бы сделала все? Логично, абсолютно. Но тут ситуация другая, мы же не сами ремонтируем дом, то есть мы в данном случае ремонтируем фонд. А, у вас не свой спецсчет, вы при региональном фонде. Да, мы при региональном фонде, поэтому не мы итоговое решение принимаем по тому подрядчику, который придет. Единственное, что мы можем, мы можем участвовать в этом процессе, и что мы, собственно, и делали, там, мы участвуем, и, то есть мы можем там фондом советовать. Вот представители советов МКД, активные жители, они в каких вот фазах должны участвовать? Во всех, лучше во всех. Ну, самая первая фаза, подготовка документов как раз для капитального ремонта. То есть, в принципе, если нет изменений вида работы, то это не очень сложно. То есть они уже заранее готовы, эти документы, никаких не нужно составлять, если я не ошибаюсь, никаких там, да, не нужно составлять, имею в виду, протоколов и прочего. Если вид ремонта соответствует, то дальше идет там процедура согласования технической и сметной документации, объемов работ. То есть фонд вызывал, вот меня в данном случае вызывал фонд, я туда приезжал, и мне давали сметы. И я это все видел, мало того, мы даже вносили какие-то изменения в эти сметы, все это, то есть фонд к этому лояльно идет, то есть мы вносили изменения, мы увеличили объем утеплителя, потому что этого было недостаточно. На основании нормативной документации мы это все изучили, там, я посмотрел, мы там с проектировщиками это все обсудили, они сказали, да, действительно, это соответствует. Они внесли изменения. То есть вот это очень важный момент. Почему? Потому что, когда смета будет согласована, то есть это же первый этап, согласование сметы, объемов работ дефектных, потом смета составляется, а дальше смета уходит на торги. После того, как она ушла на торги, изменить объемы работ в этой смете будет невозможным. Поэтому это очень важный этап. На этапе подготовки кто-то, знающий, разбирающийся в этих видах работ, в сметной документации, он должен вникнуть, потратить какое-то время, посчитать объемы этих работ и просто убедиться. Все люди могут ошибиться, могут просто что-то не учесть, просто провести проверку. Это, в общем-то, в принципе, возможно. Это техническая ошибка. Люба, все, что угодно может быть, да, это все, все, что угодно может быть. То есть проверили, убедились, фонд со своей стороны тоже это посмотрел, проверил, и я со своей стороны ставлю подпись, потому что я являюсь ответственным лицом, я же уполномочен этим думом. То есть я ставлю подпись, что да, я согласовал эту смету, потому что в итоге-то потом я еще и в актах буду расписываться. Но материальной ответственности у вас нет, наверное, или есть какая-то? Ну, я не знаю, как это назвать, какая-то ответственность. Но люди будут ходить старшими. Это гораздо более серьезная ответственность, когда к тебе приходят и что-то говорят. Моральная нагрузка такая, да. Это совсем не маленькая ответственность. Лучше ее избежать и подготовиться, чтобы люди тоже... Лучше, чтобы участвовало несколько человек. Потому что невозможно. Вот один я тоже не справился. Понятно. Вот есть несколько подъездов, допустим, 4 или 6. Лучший, старший по подъезду, человек от подъезда. У нас тоже есть такая схема. Хотя бы один человек от подъезда, то есть он может, по крайней мере, оповестить людей, жителей своего подъезда или еще что-то сделать. По своему подъезду, тогда, когда ему это удобно. То есть это помогает гораздо больше, чем один человек не справится. Тяжело. Вот очень много вопросов тоже по льготам. Люди уже такого пожилого возраста интересуются, будут когда-то льготы ждать им? Или уже можно начинать платить? А вдруг начнешь платить, а потом будут льготы, и что им тогда делать? Вот есть что-то у нас в области? Начинать платить надо было в любом случае, начинать тогда, когда закон вступил в силу. Это обязанность. Потому что копится долг человеком. И фонд сейчас очень активно ведет вот эту претензионную работу. Выходит суд на должников и взимает через приставов с них деньги эти. По поводу льгот, сейчас, если я не ошибаюсь, у нас на конец мая в Губернерской Думе запланировано рассмотрение вот этого законопроекта о льготах. Если его примут, то есть с этого момента люди эти будут получать льгот. Это для людей какой категории возрастной? Это вот 70 плюс. Они, насколько, по-моему, полностью освобождаются. Там с 60 до 70, 50 процентов. Ну и инвалиды, ветераны, соответственно. Тоже есть льготы. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Наша тема сегодня капремонт. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы нашим экспертам. Если вы только приступили к таким работам или планируете, или уже у вас есть опыт, тоже можете свои заметки нам сообщать. Виталий. В доме был капремонт. Можно ли отказаться от него? Например, от замены стояков, если в квартире их уже поменяли? Вот действительно. Я вопрос не был. В доме был, ну в квартире у него был капремонт. Наверное, да. Вот только поменяли стояки и приходит только по всему, по всем этажам стояки менять. Вот что? Если поменяли, то, конечно, можно отказаться. А можно тогда вычесть? Он же поменял за свой счет стояки. Но это в любом случае, это уменьшение сметы будет. Будет. Уменьшение объемов сметы. Это вот в общей смете вычет будет. Это в общей смете. А вот то, что он поменял за свой счет, ему это ничего, когда на нем не отразится. Потом если. Смотрите, смотрите. Вот здесь какой-то очень важный нюанс. Если дом слаженный, и человек знает о том, что планируется капитальный ремонт, ну так надо, значит, работать со старшими по домам вот этого дома. И как раз-таки и корректировать эту смету на этапе. Если есть 10 квартир, которые уже поменяли, ну и вычесть тогда этот объем из этих 10 квартир. Просто там возникает вопрос такой. Компенсация это тут спорный вопрос. Гарантийных обязательств также. То, что он свои квартиры поменял, и если уже что-то... А вдруг ему плохо? Он будет отвечать уже сам. Понятно. Если бы подрядчик ему, то есть меняет, за это отвечает 5 лет подрядчиком. По гарантийным обязательствам. А так, если он отказывается, сделает стыковку труб на стыке, ответственность подрядчика закончится. А вот если все-таки решился дом или несколько домов организовать свой спецсчет, у вас есть такой опыт, практика, что вы с такими сталкивались жильцами? И вот в чем это оправдано, в чем здесь плюсы какие-то свои? И в каком случае нужно принимать такую... В основном спецсчета у нас сдают ТСЖ свои. Ну, есть дома, которые сами этого захотели. Вопрос там в чем? Кто сразу создал, когда вот на момент вступления в силу программы, они, то есть, ведут этот счет, они его контролируют. Там в чем плюсы? Плюсы в том, что ваши деньги не идут вот как в общий котел, куда-то на другие дома. Вы их сами копите, вы их контролируете. В чем, ну, как минус это назвать или... Пока не накопишь, не начнут делать, может быть, да? Пока вы не накопите эту сумму, вы не начнете делать. Процедура торгов, сметных расчетов, дефектовок, все это ложится так же на ваши плечи. С должниками работ также ложится на ваши плечи. Понятно. Антон Александрович, а вы участвуете как-то? Вот вы можете, у вас есть такое право интересоваться, кто вот из жильцов у вас платит, кто нет. Или это такая частная территория, и вы даже спросить не можете. Вы знаете, я, наверное, с точки зрения закона, наверное, я не имею такого права. Хотя, вот сейчас нам скажут, наверное, Виталий Владимирович, что ничего такого нет в этом. Старший по дому может запросить общие показатели по дому, сколько заплачено, какой долг. Может также, это вот спорный вопрос, там вступает в силу 152-й ФЗ, защита персональных данных. Может взять номера квартир, которые должны, без фамилии, имя, отчества. А нет. Просто вот я к чему. Вот если у вас недостаточно средств, вот вы фундамент там отремонтировали, или наоборот, не отремонтировали, фасад. А следующий вид работы уже вот подходит, а денег у вас нет. Не будет проблем? Это вот из общего вот этого регионального фонда вам помогут, если срок подойдет уже ремонта следующего. Да, получается так? Или как-то вы убеждать будете своих жильцов, что платите, платите, не откладывайте? Самая первая и самая большая реклама является того, что жители все-таки, сознательные жители, назовем так, да, жители тоже разные же бывают, люди разные. Самой первой рекламой является то, что дом отремонтирован и работы выполнены. Люди все-таки переключаются в этот момент, но, конечно, им надо помочь, конечно, нужно вести работу. То есть мы, я вот лично, никакого подобного рода, не то что там разъяснительную работу не веду, но и фонд со своей стороны тоже с нами, как бы, такой работы не вел. Наверное, может быть, вот этот вот момент, он тоже очень важен, чтобы старшие по дому каким-то образом тоже получали информацию, ну, то есть, потому что если это наш счет расчетный и личный, то тогда мы сами заинтересованы. Мы здесь там собираем средства, нам нужно накопить, мы будем там бегать и решать эти вопросы. В данном случае фонд это сделал, то есть по большому счету это проблема фонда сейчас. Это плохо на самом деле, это не совсем правильно. То есть люди должны понимать, что сегодня, завтра, послезавтра у фонда тоже могут там закончиться возможности, и это ни к чему хорошему не приведет. То есть нужно, чтобы мы все объясняли людям, что нужно платить, потому что у нас уже сделали этот ремонт. То есть у нас сделали утепление фасада, сделали неплохо. И как бы за это, наверное, нужно, раз закон есть, за это нужно платить. Понятно. А вот кто является вообще участниками? Вот все участники вот этого процесса проведения капремонта. Это кто? Ну, это, конечно, жильцы. А еще кто? Кого можно привлечь? Смотрите, какая вот процедура. То есть основными участниками являются собственники помещений. Это могут быть не только собственники квартир, также и нежилые помещения. И фонд. Если они не приняли решение копить эти средства на спецсчете, то есть они автоматически переходят в фонд, они взаимодействуют. Даже на этапе подготовки к проведению капитального ремонта, это вот составление дефектовок, смет, в это включается и администрация, и в это включается и управляющая компания. Дефектовки при тесном контакте с управляющей компанией, где-то даже управляющая компания на себя это берет. То есть управляющая компания, региональный фонд, собственники, администрация. Вот сколько сторон, и нужно, чтобы они все как-то взаимодействовали. По желанию жители, также и общественники подключаются. А, да, вот там ТОСы, есть такие примеры, что ТОСы подключаются. ТОСы, НЭФы, наша ассоциация. Понятно. Да, получается просто вот как-то вот на собственников все платите, там контролируете, активные там жить. А на самом-то деле участников... В акции приемки работ расписываются и администрация, и управляющая компания. Вот. И потому что, вот о чем я говорил, то что не все собственники имеют строительное образование, тогда подключается управляющая компания со своим отделом ПТО, с инженерной службой. Да. И контролируется, и документация. Вот к нам присоединилась Анна Петровна, спрашивает, вышел ли приказ у нас в Самаре, что после 80 лет не надо платить за капремонт. В Москве он вышел, но мы уже эту тему освещали. У нас он будет рассматриваться. Будет рассматриваться, когда, после какого времени ждать? Ну, по предварительной информации, то есть на конец мая, вот заседание назначено, примут его, не примут, или на доработку пошлют. Понятно. Это уже как депутат решит. Не надо ждать, но это рассматривается. Нет, это у нас будет. Будет 100%. Ну, если вышло на рассмотрение, если отправят либо на доработку, либо примут, если там все хорошо, если все интересы. Возникают ли какие-то конфликтные ситуации, какое-то непонимание, проблемы вот в течение вот этого процесса, которых можно изначально избежать и как-то попытаться решить, в общем, заранее, вот предупредить тем вот, кто уже прошел, вот обращаюсь, какие-то. Или нет, или все, в принципе, проходит как-то более-менее цивилизованно и нормально. Прошли с вами первый этап касательно подготовки. И мы дошли там до этапа подрядчика. То есть мы говорили дальше, как бы, а дальше пойдет следующий момент. Дальше подрядчик приходит. То есть, да, допустим, мы не совершили, никаких ошибок на начальном этапе, мы бы максимально постарались их избежать по проверке документации там и при ее подписании. Хорошо, это первый этап. Потом прошел этап торгов. То есть там прошли какие-то процедуры, определился подрядчик, какая-то подрядная организация. Это третье в данном случае лицо. Есть фонд, есть жители, есть подрядчик. Подрядчик – это лицо, заинтересованное в получении прибыли. Они зарабатывают деньги. Ну, это нормально, то есть это бизнес. Вопрос заключается в том, какой подрядчик. То есть он может быть каким угодно хорошим, хорошим, но все равно его цель – это заработать средства. И поэтому контроль этого подрядчика, он в любом случае должен быть. И поэтому здесь нужно для себя жителям, вот старшим по дому, а лучше еще, не может старший по дому, обычно это рабочий человек там или еще что-то, не может он где-то заниматься. То есть нужно ставить какие-то задачи, какие-то точки контроля. И самое главное, вот я просто скажу, что мы на самом начальном этапе вышли на взаимодействие с руководством подрядчика. То есть мы взаимодействовали сразу. И было обозначено четко, что вот нам нужно сделать вот эти работы, мы будем контролировать. То есть мы будем проверять. И акты выполненных работ в случае неудовлетворительной работы мы просто не подпишем. А мы имеем право его не подписать. И они не получат денежные средства. Вот важно, что нужно знать, что действительно. Значит, подрядчик не получит средства, если что. Как мы можем на них повлиять? На этапе пришел подрядчик, да? Вот он приходит к старшему, говорит, здравствуйте, я подрядчик, я у вас буду делать ремонт. Первого-наперво старший берет у подрядчика контакты прямые. Не даже, как говорится, не от рабочих, а ответственных за участок. Потому что на каждом доме подрядчик ставит ответственного. Даже не бригадира, который руководит работами, но лучше иметь и его телефон. Есть ответственный. Если дадут контакт директора, хорошо. Если не дадут, можно всегда посмотреть на сайте фонда капитального ремонта. Там реестр подрядных организаций есть, там телефоны все их неофициальные есть. Электронные адреса и такие адреса. Второе, это у подрядчика надо взять календарный план работы, выполнения работы, где прям прописаны этапы. Когда начинается, когда заканчивается. И по нему можно прям отслеживать. То есть, например, вот с фасадом, когда утепление, обшивка утеплителем первых двух подъездов. Когда-то начинается, тогда-то заканчивается. Да фасад-то вот это как-то не так страшно, наверное. Самое страшное, когда вот стояки или крыша. Вот стояки вот сменяли. Допустим, вот обговорили, они заменить стояки у одного подъезда, многоэтажный очень дом, там за день. Второй день проходит, они не всем поменяли. Третий. Вот как-то можно повлиять на них, какие-то санкции применить к подрядчику? То есть, сначала звоним подрядчику. Если реакции нет, у каждого дома от фонда капитального ремонта имеется куратор. Телефон-куратор тоже сразу берется. Когда с фондом заключается вот этот договор, сразу берется телефон-куратор. То есть сообщать, не скромничать, а сообщать сразу. Не скромничать, не бояться. Если вы пошли сразу какие-то вот несорвые сроки. Они за это вам будут только благодарны. Понятно. К нам еще вопрос от Нины Тиховны поступил. Через сколько лет надо начинать платить за капремонт, если вселяешься в новый дом? Если дом введен в эксплуатацию, то с этого момента наступает обязанность платить. Но там же еще не нужно ничего ремонтировать капитально. Ну, пока не нужно. А через 5-10 лет он потребует капитального ремонта. То есть, это обязанность уже только вселилась и начинает платить, новые или не новые. В законе прописано, все дома, которые попали в региональную программу, это у нас новостройки, которые введены в эксплуатацию. Ну, жилые дома и дома ветхие, которые еще не признаны аварийными, они все равно тоже платят. Понятно. Вот еще все-таки хотелось бы какие-то рычаги, механизмы воздействия на подрядчиков, на каких-то вот еще лиц, которые... Ну, я вот еще добавлю, да, то есть, насчет того, что вот именно взаимодействие подрядчик-фонд. Фонд, на самом деле, вот по моему опыту, по нашему опыту взаимодействия, фонд, он на стороне жителей находится. Подрядчик достаточно трепетно относится к, скажем, даже к желанию нашему вот взять и обратиться в фонд. То есть, они этого не любят, этому это неинтересно. Ну, только если не с позитивным каким-то отзывом, да? Нет, конечно, да. И если это что-то не устраивает, они стараются все-таки, вот на моем опыте, они стараются урегулировать этот вопрос на этапе наших двух сторон. Понятно. Не выносить это до фонда. Ну, в этом случае фонд, надо сказать, ну, наверное, как-то правильно себя ведет, потому что подрядчики... Ну, вообще подрядчики заинтересованы больше домов, да, чтобы у них были хорошие рекомендации, чтобы они были на слуху. Да, да, объемы работ там неплохие, поэтому люди, подрядчики планируют, хотят остаться дальше. Да. И вот последнее, может быть, вот взаимодействие с жильцами. Жильцы должны как-то подрядчикам помогать, не только вот там контролировать? Безусловно. Вот в чем они могут помощь оказать? Очень много. Чем больше будет оказана поддержка жильцов, а для жильцов зачастую это несложно. А для подрядчика это на самом деле порой занимает очень много денег, и эти деньги он тратит, и ему будет просто сложнее сделать эти работы. Электричество, подключение к электроэнергии, возможность где-то разместить материалы, чтобы не привозить дополнительных складов. Возможность там даже договариваться как-то с какой-то минимальной охраной, потому что все-таки есть дорогие материалы там, люди живут постоянно, им несложно там присмотреть. Вода, в конце концов, то есть это тоже ресурс, который требуется для производства. В общем, да, понятно. Нужно все-таки взаимодействовать. Помощи можно оказать, это нужно делать. Лучше все решать. Вместе все-таки, да, и с фондом, и с подрядчиками, и вот не только там копить какие-то там вот там недоработки или что-то, жаловаться, а вот начинать вместе взаимодействовать, а потом уже при плохом развитии событий уже начинать. Когда подрядчик не хочет идти во встречу, лучше. Если есть понимание, что он не успеет. Спасибо большое за ваши советы, такие реальные, конкретные. Действительно, какая-то картина уже вырисовывается. Спасибо огромное еще раз. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!